Тили-тили-бом, закрой глаза скорее, кто-то ходит за окном и стучится в двери. В этот серый, дождливый, тёмный день в чёрной-чёрной комнате я расскажу вам самую страшную, ужасную историю, которая случилась со мной этим летом. Привет, дорогие! Надеюсь, вы не сильно испугались моего внешнего вида и окружающей обстановки. Дело в том, что в канун Хэллоуина я решила как-то, я не знаю, вас повеселить, да и себя, да и к тому же атмосферу предупреждает. И сегодня я бы хотела затронуть свою тему, которая, мне кажется, касается каждого, я не знаю, подростка. В общем, 18-летнего человека, который хочет поработать и заработать денег. Да, совершенно верно. И этим летом, в августе, я решила попробовать поработать, заработать денег, вообще попробовать себя в различных сферах заработка. Вы знаете, я работала в фитнес-клубе тренером, где я прошла обучение, и там мне понравилось, хотя были свои какие-то моменты, трудности, я не знаю, сдержки профессии. Но сегодня я вам расскажу о том своем опыте, о котором я ни с кем не делилась. Это опыт работы продавцом-консультантом в магазине одежды. Буду говорить, естественно, в каком магазине я работала, разглашать имена, потому что это ни к чему, я просто с вами поделюсь своим опытом. И также важно заметить, амаркировать тот факт, что, в принципе, эта работа касается продавца-консультанта в любом магазине, в любом отделе. То есть не только в магазине одежды, поэтому просто поделюсь с вами ужасами этой работы, с которыми лично я столкнулась. Давайте начнем. Начну, конечно же, со своей истории. И думаю, да, конечно же, персонализированный будет рассказ мой. И совершенно в конце или начале августа я на Ха-Хару начала искать работу в своем небольшом городке. И вся работа была связана со складом, с какими-то такими, я не знаю, физическим трудом, собственно говоря. С какими-то работами два через два, три через три, посменно эти работы были непосредственно связаны как раз-таки. С работодателями, которые нанимают себе подростков, то есть людей без образования. Я пока что студентка, и я никакую платную практику не проходила. Сейчас я прохожу практику у себя учебную, она бесплатна. Но тогда, летом еще, накануне второго курса университета, я решила, что хочу попробовать как раз-таки такую работу чисто для быстрого заработка. Думала я. Вот. И нашла я объявление, требуется продавец-консультант. Магазин одежды в хорошем торговом центре моего города, единственном торговом центре, в одном из самых лучших, куда съезжаются, я не знаю, покупатели со всех пригородов. Вот. И я построилась, я думала, что там все достаточно законно и мирно. Но не тут-то было. Случилось так, что после своей первой смены я поняла, насколько же быть трудно продавцом-консультантом. Потому что есть несколько моментов, которые я бы хотела с вами перечислить. Это основные трудности, с которыми сталкиваются продавцы-консультанты. Ну, во-первых, это, конечно же, объем работы, то есть часы, смена. Смена у меня длилась 12 часов, 3 через 3. И в течение всех этих 12 часов нельзя было ни присесть, я не знаю, ни перекусить. У нас было всего лишь, получается, два раза по полчаса. Полчаса в обед, полчаса вечером, обед и ужин. В течение этих 30 минут мы могли присесть, покушать быстренько, и все. Вся работа заключалась как раз-таки в том, чтобы ходить, смотреть рейлы, одежду, развешивать и так далее. Меня поставили в самый же первый день на примерочную. А в примерочной же, знаете, бивают вот эти вот номерки, которые даешь человеку. Номерок обозначает количество одежды, которые человек берет с собой в примерочную. И эти номерки, получается, я должна была давать, забирать, убирать одежду с примерочной. Хотя в примерочную одежду нельзя было оставлять, но сами понимаете, покупателям совершенно все равно. Вот, и в чем заключалась моя работа? Это все 12 часов, получается, с 10 утра до 10 ночи. Работать там, стоять, плюс ходить еще по отделу, развешивать вещи. Как раз-таки с рейла примерочной, с примерочной чистить, убирать, везде ходить, все поправлять. Потом, когда происходит ревизия и какая-то новая коллекция поступает, естественно, нужно все менять. А по отделам, там, мужской отдел, женский отдел, там, какие-то более старые летние коллекции, она выдвигала всегда вперед, новые коллекции чуть подальше. Ну, в общем, вот такие тонкости. И за все это мне обещали зарплату в размере 18 тысяч рублей. Мы должны были все этим заниматься. И меня еще как раз-таки, мне предложили работать на кассе. Я думаю, ничего, полезным мне будет опыт работы на кассе. Я согласилась, дурочка. И я согласилась работать на кассе. Меня учили, как на ней работать, поставили на нее буквально же уже на второй день работы. Вот, хотя я не чувствовала себя уверенно, просто работников не хватало, и меня сразу же туда поставили. В общей сложности смен я отработала 3 12-часовых, за которые мне дисклеймер заплатили 900 с чем-то рублей. В общем, копейки мне заплатили, потому что я оттуда со скандалом ушла, но это я вам скажу в конце истории. Далее. Что касается работы на кассе. Работа на кассе на самом деле требует от тебя действительно стойкости. Умение считать деньги, умение хорошо дружить с цифрами. Первое, что меня поразило, они поставили, считай, на кассу первого встречного человека. Потому что в тот момент, когда меня уже поставили на кассу, ни трудового договора, ничего мы еще не заключали. И это было просто первым красным флажком-звоночком, почему нужно было оттуда сразу уходить. Потом, что касалось самой работы. Многозадачная на самом деле работа продавец-консультант. Почему многозадачная? Потому что у тебя много-много всяких обязанностей. Естественно, это обязанности работника, обслуживающего персонала. То есть тебе нужно угодить покупателю. Бывает такое, что покупатель просит у тебя тот или иной размер этого платьишка в зале. А я, когда только начала работать, вот поверьте мне, вот мне дашь эту вещь, она вся пестрая. Я такую же пеструю вещь в зале, но с трудом найду, когда зал еще достаточно большой. Все это быстро нужно делать. Ходить, не присесть. 12 часов рабочей смены. Я вам не вру, я первый день, когда я вернулась со смены, у меня были просто синяки. Синяки на ногах, на большом пальце, левой ноге. У меня до сих пор синяк не прошел, у меня там до сих пор синяк на пальчике, который вот прошло уже сколько получается. Сентябрь, октябрь, ноябрь сейчас начинается. Два месяца у меня не прошли синяки на ногах. И просто эта работа у нас совершенно неблагодарная. И почему она мне не подошла? Потому что там совершенно нет результата. Понятное дело, кто-то скажет, что да, результат это те деньги в кассе, которые вы отработали. Но поверьте мне, лично для меня все-таки человека, который любит как бы трудиться все-таки больше умственной деятельностью. И даже если физической, то хочется увидеть результат. Грубо говоря, если ты убрался, то хочется увидеть чистоту. Если ты разложил, погладил вещи, хочется увидеть их красивыми. Но этот, знаете, такой масс-маркет был магазин одежды, что туда просто приходили покупатели, вот так вот все ворошили на полках и уходили. То есть я не чувствовала какого-то, я не знаю, результата своей работы абсолютно. И на третий день, когда мне уже, я просто была не в себе, не в состоянии, я сказала, все, я хочу уйти. В тот день я была, конечно же, на кассе. И в тот день было много человек на кассе достаточно. И именно в этот день вдруг у нас очутилась недоздача на кассе. Сто, мать его, рублей. И сразу все начали говорить на то, что это украл кто-то из кассирш. Я говорю, проверяйте камеры, дорогие мои, проверяйте камеры, которые смотрят на кассе, на входе. На что мне ответили? А у нас нет камер. У нас нет камер над кассой. Представляете, в самом большом торговом центре моего города нет камер над кассой. И вообще нет камер в магазине. То есть они есть, висят, но они, видимо, не работают. Что я сразу в тот момент поняла. Я до этого сказала, что хочу уйти на меня на Орале. Ну, естественно, потому что я обещала работать подольше уже, а не только три дня на меня на Орале. И потом эту недосдачу специально повесили в тот момент, когда я собиралась уходить, потому что, видимо, начальница там или кто разозлилась. Короче, я не хочу просто ни на кого наговаривать, но этот отвратительный опыт, с которым я столкнулась, говорит о том, что есть определенные моменты в вашем рабочей смене, когда вы нанимаетесь на подобную халтурку, работку, которую нужно сразу записывать себе на уст и уточнять. Например, оказалось, при увольнении, когда я начала увольняться, оказалось, что это недосдача у них первая за все годы работы. Представляете, в магазине, где все выращают, в магазине, где абсолютно нет никакого дисциплины и порядка в плане даже самой работы, то есть сами работники там нанимаются и уходят потом сразу же. Там нет никакого порядка. Впервые недосдача за столько лет. Вот пришла Зарина к ним работать, у них впервые недосдача на кассе, 100 рублей. Это просто было так отвратительно и унизительно, вы не представляете. Потом, и самое интересное, что просили мне дать половину денег, ну 50 рублей, грубо говоря. А я говорю, как я вам дам эти 50 рублей, когда на кассе в этот день стояло 4 человека. Пусть все 4 человека и скидываются, делите 100 рублей на 4. В итоге их поделили на 3, потому что одна из людей, которая стояла в этот день на кассе, была начальница. И отдала мне сколько там, 33 этих рубля несчастных. Вот, заработала 900 с чем-то за эти 3 рабочие смены. Ну короче, это было просто отвратительно и унизительно. Далее, с чем я столкнулась. Меня не хотели сразу же уволнять. Почему? Потому что меня уже наняли на работу. Я как дурочка, конечно же, подписала этот трудовой договор, который не должна была подписывать, потому что я вообще не так правильно поняла своего работодателя. Я думала, что у меня сейчас вообще как бы пробный период. Как это называет, стажерство, либо что? Ну, я думала, что у меня стажерство. Я по закону, по принципу, по трудовому договору имею право, вот я не знаю, люди, юристы, кто меня смотрит, может быть, сейчас, может, меня смотрит кто-то из этой сферы. Имею ли я право вот в первую неделю, пока я не работаю официально, уволиться? Я думаю, что да, в любой момент, без объяснения. Вот. Но меня поставили на кассу и дали подписать трудовой договор спустя двое суток после того, как я просто к ним пришла такая с красивыми глазками. Я хочу у вас работать. Ну, короче, как-то надурили. Может быть, есть какой-то закон. Она, короче, мне сказала, что у них нет стажерства. Простите, заговариваюсь. Нет стажерства. Понимаете? Сразу человека, проходимца, на кассу поставили. У них камер нет на кассе. Короче, мораль всей басни такова, эта история. Я не буду, думаю, ничего тут монтировать, потому что не вижу смысла в этом. Просто история такова, какая есть. Я, конечно, может быть, что-то сейчас забыла вам сказать, потому что я очень эмоционально сейчас с вами говорила. Но суть в том, что эта страшная история накануне Хэллоуина имеет всё-таки такую недоксическую функцию, то есть немножко такую поучительную функцию. Я знаю, что меня смотрят ребята младше меня. И просто хочу вам на будущее, просто на свои ошибки показать то, что нужно очень тщательно перед работой узнавать о нюансах, понимать, вы работаете сейчас официально, либо вы на стажерстве, учитывать все вот эти красные флажки и звоночки, когда вы устраиваетесь на работу, касаемо, не знаю, всех условий работы, часов вашей смены, какие у вас вообще есть права, обязанности. Потому что в моей работе вот этой многозадачной продавца-консультанта вообще не было ничего конкретного. Просто всё и сразу от тебя требует не присесть 12 часов, и всё на этом. Это было просто отвратительно-унизительно. Плюс ещё коллеги по работе, консультанты, которые также работают там, кассиры и всё в этом духе, тоже могут вас где-то подставить, вести себя как-то, я не знаю, со звездой на лбу, и всё в этом духе. Ну, короче, это нужно всё учитывать, потому что вы всё-таки в взрослый мир попадаете, когда идёте на работу, так сказать. Да и вообще вся эта жизнь, с которой я столкнулась в этом году, этим летом, это просто что-то с чем-то. Вот, ну, на этом, я думаю, буду заканчивать своё страшное видео накануне Хэллоуина, и предлагаю вам, если вам, конечно, интересно, рассказать вам про свой положительный опыт работы в фитнес-клубе тренером. Там, конечно, были свои моменты, минусы и, конечно же, плюсы, но это, думаю, будет отдельная история, потому что это видео выросло достаточно долгим, болтологическим. Я не знаю, если вы выдержали его до конца, то обязательно оставьте мне комментарий, мне будет очень сильно приятно. Вот, ну, какие-то моменты я на монтаже, может быть, добавлю, которые я забыла вам упомянуть. И, да, поделитесь внизу в комментариях своими ужасными историями накануне Хэллоуина.